Добрый вечер, дорогие друзья. Новости Кавказа продолжают свою работу. С вами я, Гелла Ласадзе. Итак, где у нас случилось? Ну, в Грузии у нас траур, траур всю систему. Чудеса вчерашней трагедии в Батуми, вы знаете, наверняка многие из вас, подавляющие большинство, знают, что обвалился подъезд, целый подъезд уже семиэтажного дома, вернее, пятиэтажного и два этажа было достроено. МВД Грузии сообщило о задержании трех человек по обвинению с грубым нарушением безопасности правил строительства, которые привели к тяжким последствиям и гибели людей. Ну, что вам сказать? Конечно же, два из них рабочих и один из них владелец квартиры, говорят, что снесли две несущественные. С одной стороны, конечно же, это правильно все, да, о чем речь. Три мудака фактически устроили страшную трагедию и страна до сих пор в шоке. У нас сегодня будет состояться матч Грузии-Греция. Грузия обратилась с просьбой Куэфа о переносе матча. Он матч не перенесли, но он пройдет без зрителей, что вполне понятно. Но, естественно, их, этих несчастных, тоже мне жаль, честно говоря. Я понимаю, что жалеть их не за что, и они действительно будаки, но, в основном, представьте себе, они искалечили себе жизнь, искалечили жизнь очень многим людям. Сейчас уже девять человек – это подтвержденная жертва, извлеченная из-под обломков. Особо трагична судьба женщины с двумя детьми. Дети погибли. Подробности я вам не хочу рассказывать, не хочу вас загрузить, но подробности ужасны. Просто очень ужасны подробности этой гибели. Женщина умерла в больнице, ее извлекли. Живой она умерла в больнице. Конечно, это все ужасно. Ну, что есть, что есть, и вы знаете, в чем дело. Эта трагедия – еще одно подтверждение и еще одно следствие, скажем так, вот нашего абсолютно пофигистического отношения к жизни, как к своей, так и к чужой. Понимаете, в чем дело в стране, о которой слагают легенды о том, как здесь водят машины, где переходят улицу, где попало, где соседи могут включать музыку на полную громкость после полуночи, где по улицам гоняют мотоциклисты со снятыми глушителями. И это все у вас вынимается, ну ладно, но они же все-таки соседи, они же все-таки свои, как бы, и ближе, чем, ну, у нас есть поговорка, я знаю, что она есть практически у всех, по-моему, кавказских народов, соседи ближе, чем родственники. Так что ближе, чем родственники, но если эти соседи – уроды. Даже если родственники – уроды, им нужно сказать, что вы уроды, давайте немножко придите в себя. То же самое нужно делать соседям. То же самое нужно делать элементарно тем людям, которые гуляют с собаками и не убирают за ними дерьмо. Все начинается с собачьего дерьма. Все начинается с того же человека, который гуляет с собакой и не убирает дерьмо на улице. После этого он способен разрушить и несущую стену, и нарушить правила дорожного движения, подвергнув свою жизнь и жизнь окружающих, в общем-то, смертельной опасности. От этого все беды, от этого… Я не собираюсь, я не читаю, я не собираюсь заниматься дорогоучениями. Я просто пытаюсь понять, как такое возможно и как такое происходит. У нас такое возможно, к сожалению, возможно в любой момент, в любую минуту, с каждым из жителей Грузии. Да и не только Грузии, так как меня смотрят на всем постсоветском пространстве. Где-то приблизительно то же самое. В славянских республиках поменьше. На Кавказе и Центральной Азии побольше. Может быть, в Грузии больше всего. Ну, и, кстати, вот прямой линк по поводу реформ, которые были сделаны Саакашвили, который сейчас сидит в тюрьме и голодает. Это тоже, кстати, прямой из-за того, что Саакашвили сейчас сидит в тюрьме и голодает. Это тоже отсюда все идет. Понимаете, в чем дело? Люди, которые… Опять-таки, вернемся к собачьему дерьму. Люди, которые не убирают за собаками, дерьмо. Им крайне не нравится то, что жестко это оказывается закон. Другое дело, другое дело, что, опять-таки, вот эта совковость, она была и там, потому что наказывали всех, кроме определенной касты. Если бы наказывали бы всех абсолютно, может быть, я имею в виду при прошлых властях, может быть, другой был вариант, другой был эффект. Но тогда это не было бы постсовком, тогда это была бы другая страна какая-то. К сожалению. К моему величайшему сожалению. Давайте перейдем к большой политике. И вы знаете, что мне стало интересно? Я вчера не вспомнил. Вчера же было день рождения. Вчера или позавчера? Седьмого. Седьмого. Актерия сейчас позвольте. Какой? Сегодня девятая, да? А не позавчера было день рождения Владимира Путина. И, значит, что интересно? Интересен список стран, список лидеров, которые поздравили Путина. Это не друзья Путина. Это люди, которым Путин так или иначе нужен. И нужна так или иначе в России. Как геополитическая величина. Итак, смотрим, что это за страны. Это Азербайджан, Ильхамалиев. Это Армения, Никол Пашинян. Понятно, я думал. Это Беларусь, Александр Лукашенко. Это Израиль, Нафтали Беннет. Это Казахстан, Касым Жамарт Такаев. И первый президент Казахстана, Муртутан Назарбаев, тоже. Дуэт. Это Кыргызия, Кыргызстан. Садер Жапаров. Это Таджикистан, Иммамали Брахмон. Это Турция, Раджак Тайпардаган. Почему нужна Россия, понятно. Это Туркменистан, Урбан Гулыбердов Бухамедов. Узбекистан, Шафтат Мерзиоев. И Япония, Фумио Кисида. Вот кроме Японии, я могу объяснить, почему Путин нужен всем лидерам этих стран на этом стране. Почему нужна эта Япония, честно говоря, я не знаю. Но будем считать, что японцы поздравили из большого уважения. Хотя я думаю, что там тоже есть свои определенные причины, которые на этом подействуют. Но согласитесь, что вообще жанр поздравлений, с днем рождения, я не знаю, насколько он актуален в мировой дипломатии. Нужно будет спросить, что у меня же, слава богу, в передаче очень много дипломатов самого высокого уровня. Я не знаю, насколько он актуален. Но в списках перечисления и присутствия в нем, я думаю, очень забавно и показательно. Рава Фаруджев спросил у меня, я не знаю, для пресс-клуба или для Зеркала АС, по поводу 3 плюс 3, по поводу Грузии. Я вчера об этом говорил, но я думаю, что сегодня негде вспомнить, когда Залкаляний заявил по поводу того, что, мол, Грузия будет сложно участвовать, но доставаться со стороны тоже, может быть, и не стоит. Ну, что я думаю по поводу этого заявления Залкаляний, по поводу вообще формата 3 плюс 3, ну, что я думаю. Во-первых, я думаю, что формат 3 плюс 3 не устраивает, вернее, не только Грузию, но и Азербайджан, и Армения. Каждый по своим причинам. А устраивает этот формат только Российскую Федерацию, которая пытается всеми силами расширить формат 2 плюс 2, вот реально действующий формат, реальный. То есть Россия, Армения, Турция, Азербайджан, используя свои аватары. Францию в минском формате. И вот в этом формате 3 плюс 3 Иран. Иран, понятно же сейчас уже, что Иран резко отграждебен Азербайджану. По крайней мере, они заняли такую позицию. Посмотрим, что будет после визита Абдуллахьяна. Это министр национальных дел Ирана. Но так или иначе, для Москвы это позволит Москве быть нейтральными. То есть с одной стороны будет Армения и Иран, с другой стороны будет Турция и Азербайджан. А Москва будет как бы над схваткой. Зачем Москве нужно быть нейтральной? В полочках, конечно, нейтральной. Я думаю, по нескольким причинам, главное, из которых главное, это вариант продолжить свои попытки добиться, опять вернуть доминирование на политическом поле Азербайджана. Сегодня это кажется неосуществиемым, сегодня это кажется нереальным, как может Москва вытеснить или даже потеснить Анкару с этого поля. Но давайте не будем забывать, что большая политика – это игра в долгу. Поэтому, в общем-то, дождутся нужного момента и начнут теснить, уверяю вас. Но вот для этого нужно сохранить вот эту позицию. Ну, еще есть целый ряд причин, почему Москве выгоднее оставаться, ну, как минимум, выглядит нейтральной. Хотя нейтральная Москва, честно говоря, не является, и мы все это знаем. И поддерживает она, прежде всего, конфликт, и это мы тоже знаем. Теперь, что касается Грузии. Для Грузии основной риск связан, конечно, с перспективой открытия железной дороги через Абхазию. Эта железная дорога, в принципе, за нее, заинтересована в ее открытии и Россия, и Иран, и Турция. Ну, Армения, само собой разумеется, это железнодорожное сообщение с Россией, минуя Азербайджан, то есть предмет торга уже убирается. Проблема в том, что в этом не заинтересована Грузия. И не заинтересована не потому, что будет светопредставление, и небо упадет на землю. А не заинтересована потому, что это будет очень серьезный моральный удар по Грузии. По престижу и так далее и тому подобное. Вы в Тбилиси, я имею в виду власти Грузии, это должны очень хорошо понимать. И я думаю, что вообще Залкальяне запустил вот это, заявил про форма 3 плюс 3 в тестовом режиме. Из интересного еще Азербайджан, Грузия и Турция подписали протокол о создании трехстороннего комитета по таможенным вопросам. Об этом написал в Твиттере представитель государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев. Ну, что вам сказать. С одной стороны, это, конечно же, замечательно. Трехсторонний комитет по таможенным вопросам постоянно действующий. На самом-то деле, отношением между, таможенным отношением, скажем так, между Азербайджаном Турцией и Грузией ничего не угрожает. Парговля есть и так далее. Я думаю, что это больше политически, честно говоря. Я думаю, это акт того, как сейчас правительство Грузии, в общем-то, мы видим резкий кред правительства Грузии в сторону Турции. По понятным причинам. Это, кстати, оно было куда более антитурецкое, нежели предыдущее правительство и портило отношения. Но сейчас, ну, смотрите, на самом-то деле с Турцией иметь отношение на нижним грузинским властям ничем не грозит, а бонусы можно получать. Из Анкары точно никогда не скажут грузинским властям, чтобы они ушли или чтобы они там что-то соблюдали и так далее. И в этом плане, конечно же, для нашей власти Турция вполне себе удобный партнер. Да, и, в принципе, стратегически достаточно хороший. А учитывая то, что Украина вот сейчас согласилась, не то, что согласилась, она собирается стать наблюдателем в Турцовском Совете. Кстати, наблюдателем в Турцовском Совете становится с 12 ноября и Туркменистан. То понятно, что укрепление этого трехстороннего формата, это тоже дрейф идет в ту сторону. Посмотрим, как и что получится из этого. Ну и еще из новостей, значит, Европейская Грузия, команда отколовшегося Гиги Бокерия, заявила о том, что не будет принимать участие в митингах национального движения, которые имеют прямое отношение к вопросу Михаила Саркашвили. Европейская Грузия – это отколовшийся Гиги Бокерия и же с ними. Знаешь, ну что мне тогда это сказать? Я скажу так, что Европейская Грузия получила то ли 2, то ли менее 2% на этих выборах. И у грузин есть хорошая, типа, присказка, что черепашка высунула лапку и сказала, давайте я тоже ударю пенальти. На самом-то деле, если бы, а, кстати, то же самое сделала и Гирча и так далее. На самом-то деле, я не на их месте, но на их месте я бы промолчал. Еще раз повторю, хорошо, что я не на их месте. Ну, это никто, никакой, ну сколько человек может добавить, давайте по-честному сказать, сколько человек может добавить к митингу Европейская Грузия или Гирч? Ну, это партия Жишко, это… Они считают себя либертарианцами, я думаю, что они больше анархокапиталисты. Вокруг все, что это вертится, это вертится вокруг легализации марихуана и подобных вещей. Неслужбы в армии и так далее. Ну, сколько они могут добавить? Реально, если честно, пару сотен, одна и сотня другая. На митинги, потому что я прекрасно понимаю, какой процент из сторонников входит на митинги. Поэтому их неучастие или участие в акциях малоинтересно, честно говоря. Вопрос в другом, само нас движение сможет организовать акции? У них хватит для этого даже не ресурса, политическая воля и умения. Организация – это профессионализм. Посмотрим. Будем посмотреть, что называется. И последняя новость, о которой я хотел сказать, это то, что Министерство иностранных дел Грузии поздравило Вануату с Днем Конституции. Вроде бы, вы скажете, странная новость, но и что? А даже очень что? Значит, это новость о том, что Вануату, которая признавала, а потом отзывала признание, признание в кавычках, конечно, Абхазии, так называемой Южной Осетии, так ее и не признала. Кстати, среди списка стран, которыми гордятся в Сухоми и в Схенвале, Вануату присутствуют. Но, ребята, кому? Они вас уже не признают. Даже дождик ушел от него к друзьям. Большое спасибо, что были сегодня с нами. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok